Невероятное сравнение образов Невероятное, но оправданное сравнение образов Или неубедительное в конечном счете Как вы решите, так для вас и будет В начале, однако же, мы перенесемся мысленно на Недавнюю, чуть больше двух лет ей Экспозицию в Эрмитаже Вот в главном здании Эрмитажа В Зимнем дворце В прекрасном, строгом Николаевском зале Проходила выставка работ Ансельма Кифера Пожалуй, одна из самых долгожданных в Петербурге Экспозиции временных Представляющих одного из самых популярных И самых авторитетных художников современности Огромные картины, около 30 произведений Ансельма Кифера На этой выставке были посвящены Велимиру Хлебникову Художник, пожалуй, один из наиболее обсуждаемых мастеров современного искусства Склонный с самых первых своих шагов к каким-то нарушающим общий ход вещей И даже общественное спокойствие с заявлением и акциям Ансельм Кифер до сих пор, он продолжает творить Является вместе с тем одним из самых глубоких, великолепно образованных И именно мыслящих художников, родившихся сразу после войны Он родился в 1645 году И его искусство корневым образом связано со Второй мировой войной Без этого факта не понять все, что он делал Он размышляет о вине, травме, о том, что представляет собой родная земля, ее судьба В своих работах он философичен и полон каких-то мистических начал одновременно Проявляет свое мышление, образованность и, конечно, невероятный такой эмоциональный строй своей души Работы в Эрмитаже, вы сейчас видите всего лишь сайты Эрмитажа Хопии двух произведений с той большой выставки Вызвали бурное обсуждение в Петербурге у гостей этой выставки Впрочем, они напомнили о том, что в Петербурге, в Русском музее, в Мраморном дворце Уже довольно долго на постоянной экспозиции находится также работа Ансельма Кифера Эрмитажные работы им специально приготовлялись к этой большой выставке Но вот обращение к поэзии, к идеям Велимира Хлебникова у Кифера довольно давнишнее Интересно, что та работа, которая находится в Русском музее Также входит в этот цикл произведений, связанных с пониманием мира В сознании, в мышлении и в творчестве Велимира Хлебникова Ну, а если присмотреться к работе, находящейся у нас в Мраморном дворце То ее название можно прочитать не на этикетке, вернее, не только на этикетке Это название вписано прямо в саму картину Ну вот, чуть отступя от нижнего ее края, чуть левее центра Я думаю, что вы прочитываете Это традиция, пришедшая в искусство Европы в первые десятилетия XX века Когда текст становится частью самой живописи Он не отдельно существует, как музейное дополнение А он включен в саму живописную ткань, в фактуру, в произведение искусства И понятно, что это название, но это не только название Это еще некий графический, живописный такой элемент Часть общего ритма и общей живописной эмоции Кифера Название четко, тем не менее, читается Große Eisenfaust Deutschland Eisenfaust это железный кулак Большой железный кулак Германия, так называется работа Кифера Ну и сразу же мы начинаем догадываться, что это выражение Откуда-то пришло, откуда-то позаимствовано Кифером Большой железный кулак И действительно, обратившись к истории, мы здесь должны вспомнить Что впервые такая народная песня складывалась в времена 30-летней войны Песня на немецком языке, посвященная рыцарям Позже эта песня уже в другие тяжелые времена Времена настолько тяжелые сами, поскольку выставлявшие вспоминать О страшной, недавно пережитой Первой мировой войне Вспоминать всю Европу В 1921 году была написана эта песня Большой железный кулак Она по мотивам народной песни Появилась вот в Германии Как песня, созданная профессиональным композитором И поэтам Вот там есть эти строки Железный кулак на древке копья Поводья в левой руке Так мчатся рыцари империи И сверкают их мечи Ясно, что это песня Родившаяся в военное время И подтвержденная в недолгий промежуток Между Первой и Второй мировыми войнами Эта песня должна была восприниматься в Германии Как мобилизующая Или, как говорили иногда Вполне оправданно, как реваншистская песня Потому что она напоминала О такой доблести рыцарей Которые должны Эта доблесть должна возродиться В новых германских воинах Вот большой железный кулак Германии Эту тему раскрывает в своей картине Не кифер, но как он ее раскрывает Перед нами доблестные рыцари Тевтоны Перед нами новая милитаристская мощь Мы понимаем, что кифер Отталкиваясь и от песни И от ее идей Создает произведение Очень объемное по смыслу В основе этой работы Такой абстрактный живописный жест Он полн энергии И такой силы Которая скорее напоминает О силах порождения Порождения жизни, энергии О том, что идет от земли к человеку Надо сказать, не случайно Во многих своих произведениях Кифер замешивает В масляную краску Даже грунт, землю Иногда пепел Этот прием он использовал и здесь Вот это такое нутро Порождающее нутро земли Соединяется здесь С такой живописной энергией Самого художника С его жестом, который мы видим Как он воплощен Как мощно накладываются Мазки на холст Здесь кифер Такое впечатление, что не Какие-то Воинские формирования Или герои смерти Перед нами А перед нами Зарождающаяся Во всей своей энергетической Силе Жизнь Вот в этом отношении Название И И Образ, который создает кифер Создают Такое Такое Противоречие Противоречие, которое Мы должны Осмыслить Понимая С чем исторически связано Это произведение искусства Вот это Такая Порождающая Сила Земли Вместе с тем Земли, которая Словно Напоенная Горем И страданиями И Плодоносит ли она Вот эта Эмоция И эта идея Позволили Одному из Современных Критиков Кифера Людей, которые Глубоко понимали Его искусство Сказать Довольно Так Афористично Кифер Художник Безжизненной Земли Согласитесь ли вы С этим Утверждением Философа Выдающегося Современного Гуманитария Михаила Эпштейна Согласны Что перед нами Безжизненная Земля Мы Вольны Сделать Свой Собственный Выбор Мне бы не Хотелось Предрешать Его И Навязывать Вам какую-то Одну Точку Зрения Но Вот это Ощущение Что исторические Коллизии Могут И должны Быть Разрешены Не на поле Битвы А на поле Где Что-то Произрастает Благодаря Подносящей Земле Делает Эту работу Частью Такого Мифопоэтического Мифоживописного Пространства В европейской Культуре Второй Половины ХХ века Вот И мне Хотелось бы Перейти Здесь К работе Которая Создана Художником Старшего По отношению К Киферу Поколения Евсея Евсеевич Моисеенко Младым человеком Ушел на войну В ополчение Сразу После того Как поступил В Всероссийскую Академию Художником Учиться Ну А Кифер Как известно Родился Только в 45 Году Моисеенко Старше Моисеенко Создывает Свою работу Вы видите 15 годами Раньше Большого Железного Кулака Германии Кифера И Эта работа В 64 Году Была Одним из Первых Произведений Где Такое Самостоятельное Видение Творческое Кредо Евсеевич Моисеенко Проявилось Многое Что Сказалось В этой работе И Его Такое Деревенское Происхождение Он родился В небольшой Деревушке В Беларуси Деревушке Уваровича И Конечно Какое-то Особое Ощущение Надежности Силы Которую Дала ему Сама жизнь Действительно Война Обернулась Тяжелейшим В его Жизни Событием Он был Пленен Он Находился В конституционном Лагере Он Был освобожден Потом Красной Армией Это Конечно Трудно Даже себе Представить Как же Это На самом деле Все С ним Происходило Военные Воспоминания Были Слишком Для него Острыми Живыми Болезненными Они Не позволяли Ему Проявить Своё Мастерство И какую-то Глубину Живописца Однако Когда он Обращался К другим Сюжетам И темам Казалось бы Как они Связаны С войной Вот эта Картина Земля Но всё Для Моисеенко На самом деле Было взаимосвязано Потому что То ощущение Животворящей силы Надёжности Какого-то Такого Мужского Единства Единства Трёх поколений В этой картине Несомненно Переживалось Человеком Хорошо Это постигшим Именно Военные Годы Своей Жизни Эта картина Моисеенко Произвела Сильное Впечатление На современников Но интересно Что сам художник Шёл К этому Образу Смотрите Путём Таких Проб Версий Ну действительно Словно Мужское И женское Начало Соединились В двух Его картинах Посвящённых Земле И Мы представляем Себе Насколько Разные Это Образы И как Для художника Было важно Чтобы и тот Удругой Нашёл Воплощение В искусстве Ну и Можем ли мы Увидеть Два этих Произведения Вместе В какой Мере Эти Работы Напоминают Нам О Послевоенной Судьбе Человека В наших Странах В какой Степени Их Экспрессивная Выразительная Живопись Готовность Художников Проявить Свою Решимость И Энергию И Неутихающие Эмоции Сказались На Результате Их Усилий На том Как Мы Видим Эти Две Картины И Можно ли Сблизить Произведения По Каким-то Приёмам И Творческой Сути Работы Этих Двух Мастеров Кажутся Ли Вам Они Совместимыми Или Это Произведения Которые Лучше Смотреть По Отдельности Выбор За вами Спасибо Спасибо